20 сентября, день Сазунта, назван в честь святого мученика Сазунта. Он был добрым нравом и исполненный благих дел. Ибо в законе Господнем поучался день и ночь. Однажды, пася овец у источника, у которого рос большой дуб, Сазунт уснул сладким сном и увидел божественное видение, которым его призывали к подвигу мученическому. Пример его принес многим пользу. Он вошел в капище и сломал идола. За это был схвачен и жестоко подвергнут пыткам, от которых умер. С этого дня крестьяне начинали торговать репчатым луком. Говорили, лук – овощ от семени духа. Это один из тех овощей, которые не только питают, но и помогают бороться с самыми разными заболеваниями. С дня Сазунта начинались гуляния парней, поскольку по завершению полевых работ юношей забирали в солдаты. А перед этим им давали немного времени для отдыха и развлечений. Они надевали праздничную одежду и ходили в гости, устраивали шуточные потасовки, принимали участие в играх. Приметы – много шелухи на луке в суровой зиме. В этот день рекомендуют париться для укрепления здоровья. Если хотя бы одну луковицу испечь раньше, чем весь лук будет собран с огорода, урожай может пропасть. Выключаем и у нас с вами получился напиток – клюквенный морс, наиболее полезен, потому что он приготовлен на структурированной воде, причем вода эта еще талая, да она еще настойная, она кремния, получается тут три в одном. Вот, этот напиточек можно хранить в холодильнике, а мы с вами еще попробуем его. Так, итак, что делает клюква? Она стимулирует работу поджелудочной железы, очищает кровь, причем она очищает кровь от разного рода микробактерий, там, грибков, которые в ней живут, и делают нас больными. Чем чище у нас будет кровь, тем, значит, у нас будет здоровее организм. Вообще, с целью очищения организма от различного рода микробов, можно употреблять клюкву до еды просто-напросто по 50-100 грамм в чистом виде. Но, важно отметить следующее, так как в ней очень много фруктовых кислот, сама по себе она очень кислая, она воздействует на ямаль зубов, может их разрушать, набивает оскому. Поэтому, лучше всего, как я вам сказал, ее использовать в виде морса, который мы с вами сделали. Этот морс мы с вами будем хранить в холодильнике и употреблять тогда, когда надо. Плюс, что еще получается? Так как мы сюда добавили немножечко меда, он смягчает кислые свойства клюквы. И напиток более получается приятный, более полезный во всех отношениях, не теряющий никаких своих свойств. Кстати, в сухое время года, холодное время года, когда кожа сохнет, очень хорошо использовать этот морс, пить его по стакану перед едой. И вы будете меньше сохнуть, то есть, ваш организм будет удерживать воду. Этот же морс можно использовать и в теплое время года, но если клюква, конечно, сохраняется. Важно отметить, что клюква противопоказана при язвенной болезни, поэтому ее использовать не надо. Можно использовать клюкву с настоем шиповника. И как раз это у нас клюквенный морсик, приготовленный на ваших глазах. А это я сделал настой шиповника. Сейчас мы все это смешаем с вами. И попробуем, чем знаменит настой шиповника. Настой шиповника знаменит тем, что содержит огромное количество витамина С, так нужного для нашего организма. Кстати, и клюква не уступает ему в этом. Так, и теперь мы с вами смешаем и попробуем сначала, что у нас получается. Вообще важно отметить, что клюква хорошо хранится в холодильнике и в нужный момент ее легко приготовить. Ну вот как я на блендере, раз, и получился наисвежайший клюквенный напиток. Совсем другой вкус, более такой какой-то приятный, более изысканный. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!